Друзья, товарищи, недавно у меня был мой личный юбилей. Два года, как я живу вне России. Это до сих пор не превышает количество времени, которое я пытался из России переехать, но однако же я довольно много накопил разного опыта за эти два года, и во многом этот опыт был негативный. Собственно, думаю, вы знаете разных людей из вашего окружения, которые либо тоже переехали, либо переехали и вернулись. Либо мечтают переехать, но побаиваются. Все это очень непросто, и сегодня я, как обычно, буду долго об этом распинаться, но вот какой формат я придумал. Я буду опровергать мифы про переезд. Сэйн! А, знаете его? И чё? Куда переехал-то? Куда переехал-то? Куда переехал-то? Сучивают люди, которые скорее всего никогда с этим не сталкивались, и реальные факты, которые за этим стоят и как бы являются... О, этот ху... пишут в чате. Так, 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 не понял. А чё с ним? Почему ху... Внутренняя правдивая часть у каждого из этих мифов. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Здрасте, вы на канале Сейна. Так, 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 а чё ху... Норм, чел. Самый распространённый миф, вы там никому не нужны. На этом мне ещё до переезда хотелось спросить, а кому вы нужны на родине, кроме своих родителей? И то не все, как бы, такой роскошью обладают. Чтобы достичь успеха в любом месте на планете, вам нужно быть, во-первых, конкурентоспособным в сфере, в которой вы развиваетесь, а во-вторых, иметь... Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме? Или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешёвые аккаунты по любым играм. Связи внутри этой сферы или вне неё, которые помогут вам продвинуться. Он в Нью-Йорке, он нормальный чел. Почему мы с ним до сих пор ещё даже не пересеклись? Вы тоже никому не нужны. То есть, опять же, если вы ничего миру предложить не можете, вы не нужны нигде. И также верно с точностью обратное, что если вам есть дохера чё предложить, и предложить прям уникально, тогда вы нужны везде. Более того, многие европейские, и не только европейские страны, буквально публикуют... Ещё вопрос о том, что если ты умеешь что-то делать пиздато, и ты в чём-то талант или эксперт, в разных странах по-разному оценивают твои возможности, твой труд. То есть, например, в России, будучи каким-то крутым чувачком, ты будешь получать хуйню, а вот, например, в Америке ты будешь за это получать достойную зарплату. Так что да. ...список профессий, в которых они нуждаются, и готовы предложить упрощённый способ оформления документов для людей этих профессий. То есть, некоторые страны буквально кричат, вы нам нужны тут. И если следовать логике, там вы никому не нужны, то это там может быть в том числе соседний город вашей страны. И вообще, это как будто отменяет любые серьёзные перемены в жизни, против чего я не могу не выступать и не высирать вам тут мои размышления. Но, однако же, перейдём к правдивой части этого. Ну, давай. Так. Вас обнулят. Да, к сожалению, у этой фразы за последние два года появились новые, не самые приятные значения. Прямо как у Путина, да? Но я имею в виду, конечно же, именно стирание ваших достижений, социальных контактов. Эх, бля. И вам неизбежно придётся себя пересобрать. В самом лучшем случае научиться говорить... Ну, это правда, это правда, я вот жил в Москва-Сити вообще с кайфом, бля, был там Бугатти, Бугатти нахуй, жил с кайфом, да, там вообще, бля, сука, all inclusive, переехал сюда, начал жить с тараканами и крысами на Брайтон-Бич, с какими-то бабками за окном, это был полный пиздец, конечно. Вот, ну то есть первое время, как бы, да, получается, тупо вернулся, как будто бы в 2012 год, когда я жил в Новокузнецке, в такой обоссанной хате грязной. Ну вот, пришлось жить здесь, в такой же квартире, по сути, которая, ну, мало чем отличалась от того, что было в Новокузнецке, когда я только начинал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. С новыми людьми на новом языке в новой корпоративной культуре, и это только для небольшого процента счастливчиков, которые переехали благодаря своей работе и сохранили профессию сразу. Я, я, я. То очень редко, большинство, чтобы прийти хотя бы к тому, чтобы заниматься тем же, чем и на родине, им приходится ещё и работать хер пойми где. Не, сейчас всё заебись, классная хата, тараканов нет, крыс нет, ничего нет вообще, всё заебись. Советы двадцатилетним советовал поработать на каких-нибудь вот херовых работах, чтобы просто понять... Шевцов, жалко, что я в квартире срач. У меня в моей комнате срач. Сколько у тебя знакомых в США? Очень много, очень, очень много. Я даже сосчитать не смогу. Ну, например, в Нью-Йорке у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Понять, что это, и считаю это важным кирпичиком вашего фундамента жизненного опыта. Ну, так вот, это момент, когда он может пригодиться, и когда вы, в том числе, можете такой опыт получить. Особенно вот в ситуации, когда я, будучи блогером, я в России получал выше среднего и чувствовал себя именно прям классненько. По сути, то же самое было в Грузии половину времени, но здесь любой официант зарабатывает больше меня. Любая уборщица зарабатывает больше меня. Даже те, кто язык не знают. И людям, которые у себя на родине были, вот типа меня... Вот у меня недавно в хате убирались. Уборщица приходила. Вот как раз, почему я в субботу не стримил. У меня уборка была, знаете, сколько она убиралась? Семь часов. Настолько хата была загажена, она семь, блядь, часов убиралась. Семь. Ну, зато, знаете, сколько она получила? За уборку. Шестьсот долларов. И еще сверху на чай. В общей сумме почти восемьсот баксов она заработала за один день уборки. Да, блядь! Я в России, когда вызывал уборщицу, пять тысяч рублей платил максимум. Пять. Это было прям нихуя себе. А здесь пятьдесят тысяч, блядь. Плоти. Сколько это в рубли? Ну, примерно тысяч семьдесят в рублей мне пришлось заплатить уборку своей квартиры. Не-е-е-е-е. А сам убраться не можешь? А, учитывая, как хата была засрана, а она прям, ну, прям... Нет. Такое я убрать не могу. Это, понимаешь, уборщица, блядь. Она профессионально этим занимается. У нее опыта там за спиной много. И она это семь часов убирала. А у меня квартира небольшая. Семь нахуй часов. О. Опять кто-то из ФСБ пришел. Поэтому, скажем так, да, это очень непросто убираться. Вот, поэтому... Ну, зато даже вот будучи, блядь, просто уборщицей, ты можешь зарабатывать. Охуенно. Станятыми темщиками, у которых там доход складывается от разных странных фиговин, потеря всех социальных контактов и именно вот каких-то сетей пробивания муток, которые есть, вот их полная потеря, это реально очень тяжелый удар. И помимо того, что кому-то приходится банально вывести там работу официантам год, и это в случае, если вы за этот год тут другое успели размутить, то помимо того, что вывести это физически, это нужно вывести именно психологически, потому что, ну, невозможно постоянно не сравнивать то, что вот вы там в Москве могли себе за 15 минут через доставку получить суши, которые вот идеально кругленькие, а здесь даже вот, блядь, таких суши нет. Не говоря уже о том, что вы их узнаете, когда сможете себе позволить. Маленькое лирическое отступление. В США действительно некрасивые суши, но прям вкусные. Ну, не знаю, не знаю. Надо еще постараться найти вкусные. Следующий миф, если вы ничего не добились на родине, то в эмиграции у вас тем более ничего не получится. И я понимаю, что это высказывание скорее критикует бездумно. Ну, не всегда это так работает, потому что дома, возможно, там, где жил ты, где тебе не нравилось, у тебя не было мотивации что-то делать, и поэтому ты ничего не добился. А переехав в США, у тебя, наоборот, мотивация появится, ты начнешь ебашить. Вот. Так что здесь как раз, может быть, ты добьешься, потому что тебя под жопу будут пинать некоторые обстоятельства жизненные, которые у тебя тут сложатся. А в России у тебя, ну, как бы, ну, что, ты просто сидел передел у мамы дома, блядь. Ну, эмиграцию. И вот просто на всякий случай, если вы не поняли в предыдущий миллион раз, когда я это говорил, эмиграция это пиздец, как сложно. И переезжать без подготовки, пока вам не грозит какая-то реальная опасность, не стоит. Вот подготовьтесь так серьезно, как только сможете. Прочитайте по максимуму все остальное, сделайте, ля-ля-ля-ля-ля, к самому мифу. Вы от самых разных спикеров, в том числе разных инфо-цыганских, слышали про зону комфорта и выход из нее. Но, однако же, это реально работает. Я вот совершенно не сторонник, знаете, такой стратегии, которая у многих есть, поместить себя в самые хуевые условия, чтобы тебе в них, как бы, вот, создать тем самым мотивацию работать. Но, опять же, к сожалению, это работает. Я никогда не зарабатывал столько, сколько зарабатываю сейчас, но, опять же, сейчас мне вот хватает на еду. И, как бы, если бы я зарабатывал меньше, все было бы гораздо хуже. И, действительно, мое, вот, как бы, тяжелое положение здесь, оно мотивирует меня расти и развиваться больше и больше. Но тоже нужно понимать, что это рифмуется с моим майндсетом, который у меня уже очень давно. И я что в России был недоволен своим положением, что в Грузии был недоволен своим положением, теперь в Америке недоволен своим положением. Ну, пиздец, блядь, на Марс надо тогда улетать. И, как бы, движусь по пути его улучшения, но каждый раз подпинывает меня то, что... Да вы довольны? ...все равно не нравится. Возьму это когда-нибудь, и от этого достигаторства очень сильно устану и уйду в депрессию, но до этого момента вы, как бы, можете смотреть мои видосы. И это все не говоря о том, что в разных странах разные возможности, и, как бы... Нет, а что сидеть тогда? ...вот наличие этих возможностей перед вами может изменить ваше поведение. И, безусловно, нужно быть очень готовым к переживанию сложного периода, но кроме... Я? Ну, блядь, не прям доволен на 100%, ну, в принципе, нормально. ...это вот предыдущие два фактора в виде пинка мотивации вашим сложным положением и открывшимися новыми возможностями, в том числе, опять же, если вы для них открыты, оно может очень сильно изменить ситуацию как для какого-нибудь чувачка-студента, который и не имел возможности ничего серьезного на родине добиться, так и для человека... Чё, поэтому и смотрим тебя, хуй сосыч. Чё, блядь, а я-то здесь при чем? Чё, сразу оскорблять дебюсов? ...который как-то вот занял удобное, знаете, положение жопы на родине, даже если оно вот в итоге не делало его каким-то живущим выше среднего, или хотя бы, ну, знаете, еле до среднего дотягивавшего, то эти положения могут всё в нём перевернуть. Но вот единственный момент, если всё-таки цель вашей жизни это какое-то получение от неё удовольствия и вот просто как можно спокойнее по этой жизни проследовать, то вот как с этим иммиграция сочетается, я не могу сказать. Скорее, никак. Вывезут не все. Ух ты, блядь. И правдивая печальная часть заключается в том, что не все вывезут иммиграцию. Слава богу, пусть уезжают. Когда я слышу, кто-то уехал из Америки снова в Россию и вернулся обратно, мне постоянно в рекомендации такие долбоёбы начали активно попадаться. Реально часто очень начали. Ой, мы, мы, мы жили в США полтора года и решили вернуться в Россию. И там, блядь, открываешь комментарии. Ну, там комментарии делятся на два лагеря. Одни такие. Ну шо, жди повестку, блядь. Шо, мобилизация, сука. Ну-ну, нахуй, пожалейте. Вторая часть такие. Да, наши, блядь. Ну и правильно, на родину надо. А я лишь просто думаю. Ну и заебись, уезжайте. Чем больше уедет обратно, тем лучше для тех, кто здесь остаётся. Вот, меньше народу, больше кислорода. И в данном случае это реально именно так. Потому что из-за того, что много людей приехало, у других, кто тут реально хочет двигаться, им сложнее, потому что, ну, типа, нет работы. Нормально, блядь, тяжело сейчас найти. Вот, всё занято, блядь. Квартиры дорогие, аренда дорогая, блядь. Потому что приехали, сука. Все снимают эти комнаты. Комнаты теперь стоят как квартиры, блядь. Короче, вот. Может, они шутят? Не-не, там на полном серьёзе очень много людей возвращаются обратно сейчас. Те, кто приезжал в Америку, например, это я про Америку говорю, там, два года назад из-за мобилизации, из-за войны, из России именно, бежал сюда, через Мексику. Всё, они начнут возвращаться сейчас. Не все, далеко не все, но очень многие тоже возвращаются. Это ещё только те, кто, блядь, об этом рассказал себе в Инсте. Представьте, сколько тех, кто не рассказывает об этом и молча это делает. Я знаю таких, там, кто просто уехал, вернулся. Там знакомые моих товарищей, блядь, товарищи моих товарищей возвращаются. Не выдерживают, это правда. Вот мне нравится им тут что-то, они возвращаются. Ну, это их право, конечно, я... Чё? Я с этим спорить не буду. Когда ты уже молча уедешь. Никогда? Да, вот как раз часть людей, которых вы наверняка знаете, которые вернулись к себе на родину после, можно сказать, неудачной эмиграции, это люди, которые по разным причинам не вывезли. Кто-то вот как раз по самой такой глупой и банальной, что он просто не был к этому готов, никогда об этом не думал, и у него, можно сказать, шансов и не было. Но кто-то именно по причине, что это суперсложно, в плане вот есть первые несколько месяцев, когда полный пиздец, да, безусловно, есть там какая-то эйфория от переезда, ля-ля-ля, но все равно ты приходишь к вопросу документов, все равно ты приходишь к вопросу того, что ты ничего не знаешь, все равно вот ты знаешь... До халвинга полтора часа, блядь, долго еще. Язык, ты не знаешь продукты в магазине. Ты знаешь продукты в магазине, ты не знаешь каких-то внутриков про них, типа аллергенов, набора веса, или... Якста аллерген. Просто начинаешь скучать по продуктам, которые всегда у тебя в жизни были, у тебя там начинает... Да, блядь, ты не можешь, если ты живешь в США, здесь ты не можешь скучать по продуктам, Которые у тебя были, потому что все есть Здесь, все эти продукты И из России, и из Украины Захотел, блять Ух, не помню, как это херня называется Господи, напиток этот Базированный, пошел купил, блять Все это здесь продается, реально Майонез тут продается Вот этот вот провансарь какой-нибудь Говорят, что американский майонез Говнище, ну я как бы соглашусь Он реально не такой, как у нас в России Я не знаю почему Ну так здесь есть те, которые продаются в России Просто они здесь продаются Вот, живчик, да, есть Живчик тоже, да Захотел тебе там, не знаю, балтику, пивко, блять Пожалуйста, есть, иди покупай, блять Кто тебе не дает, все это тут продается Все это есть Короче, это вообще не проблема Какая-нибудь херня все равно по здоровью вылезать, потому что ты к ним адаптируешься Хорошо, ты узнал это, все равно Есть вопрос медицины, страховки И короче, вот это вот все, первые два месяца Ну, страховка, вот, кстати, я сейчас налоги заплатил Теперь могу страховку взять Я взял страховку 400 долларов Стоит в месяц Нет Покрывает почти все Ну там есть вариант, там есть разные То есть там ты выбираешь по уровням Типа, есть Голд, Сильвер, Платинум, блять Вот, есть базированная Она стоит 150 долларов в месяц Она тоже покрывает основные какие-то там расходы, соответственно Там сходить к врачу, блять Сдать анализы Там как работает, вот, например, я взял среднюю Самая дорогая стоит полторы тысячи в месяц Она вообще все нахуй покрывает Все вообще, то есть Любую хуйню Но полтора косаря в месяц платить Тут как бы даже не знаю Тут как это работает, вот, например, моя страховка Ты приходишь к врачу И за прием ты плачешь 30 долларов А все остальное уже покрывает страховка Приходишь, например, там, не знаю, сдать анализы Платишь 15 долларов, а все остальное покрывает страховка Вот Самое дорогое Я не знаю почему Но почему-то самое дорогое здесь Это даже, например, там, не починить себе руку Или еще что-то Даже не стоматолог Самое дорогое здесь Это это, блять Типа то, что с головой связано Короче, если у тебя депрессия С депрессивной вот этой всей хуйней Здесь платят больше всего почему-то То есть Даже такая, ну, средняя Психолог, типа, да, психотерапевт Там вот эта вот психотерапия, блять Здесь самая дорогая Даже Моя страховка средняя Там они просят, типа, за прием что-то Полторы тысячи платишь ты И все остальное уже страховка Но самая дорогая за полторы тысячи Которая Она и вот эту вот хуйню тоже покрывает полностью Вот Но, типа, за все окей, как бы Ты почти ничего не платишь Но за ебать Если у тебя депрессия Плати, сука, бабки, нахуй Поэтому тут шизов так много, наверное В Америке Потому что именно Вот эти услуги Для шизов Они самые дорогие Я чего-то вообще не понимаю Зубы покрывает? Да Не покрывает зубы Как раз-таки самая дешевая За 150 долларов Долларов, блять Вот А моя как раз-таки Там Она вторая по уровню Их там, по-моему, 4 уровня есть Вот есть первая Она не покрывает зубы Вторая покрывает зубы Ну, а дальше там, соответственно Зависит от того Какую сумму ты будешь платить То есть я, например, там Должен заплатить зубному 50 долларов Остальное покрывает страховка А самая дорогая Там, по-моему, 10 долларов Ты платишь Или вообще не платишь Блять, она все покрывает Короче так Это не так уж и страшно На самом деле Ебет вас прям очень жестко И продолжает поебывать До конца первого года И все вот это вот Мое предыдущее Про работы, коллективы И все вот это Оно скрещивается С вот этими бытовыми историями И начинает вас ебашить И вот печальная правда С которой я регулярно Сталкиваюсь в Америке Что на организацию Такого переезда Как вот был у нас с Настей Мало кто решается Потому что У критического большинства Ну ладно У просто большинства Есть действительно куча чуваков Которые переехали Гораздо сложнее Чем мы там Сидели в детеншинах Переходили границу Вообще без языка То есть вообще полный пиздец Но все таки Он что блять Через Мексику что ли В Америку ебанул Очень серьезная доля Тех с кем я здесь общаюсь Это люди У которых какие-то родственники здесь Какие-то друзья здесь Какая-то подмога У кого-то вообще Американский паспорт Давным-давно То есть так или иначе Уже заранее выстроены Какие-то упрощения Вот этой вот Сверхсложной иммиграции И несмотря на то Что по сути я постоянно доказываю Что результат все равно того стоит Потому что я искренне так считаю Не питайте иллюзий По поводу того что Вы точно справитесь Ну в плане Лучше конечно себя так настраивать Но просто знайте что Дофига кто не справится Последнее что в это добавлю Что также фактор просто Разлуки с вашей семьей Которая в некоторых случаях Может растянуться на неопределенный период У него виза понял Это тоже то с чем Просто ничего нельзя сделать И из этой логики Реально чем лучше у вас Отношение с семьей Тем сложнее вам будет В эмиграции Я это уже в предыдущих Уе упоминал Кого блять Вот эту тему я просто обожаю Я ее сформулировал как Там сплошные гомолибералы Но я думаю вы сами можете взять Из вашего личного опыта Общения с самой ватно настроенной публикой Любое из вот этих вот фантастических мнений Особенно смешно это слышать про Америку Где религия в принципе И христианство в частности Играет гораздо большую роль в жизни людей Чем в России Я тут уже получается сколько Два Три года уже почти Ни разу за все Почти уже три года Никаких проблем с этим не было Не ну я встречал на улице Там гей Видно идет гей Ну и что он мимо проходит Тебя не трогает Я видел мужиков Которые вообще в платье ходят Типа идет мужик В платье такой Я такой Ну нихуя себе блять Ну и все он мимо прошел Как бы тебя не трогает И Я что от этого как то блять тоже пострадал Нет Что геем стал Нет Тут нет такого что ты идешь И знаешь там со всех сторон На тебя давит эта тема Про которую он говорит там Какие то я не знаю может быть Билборды Экраны большие Где там те пытаются внушить Что быть геем Надо надо быть А ну давай блять Промывка мозгов Знаете типа На тайм сквер пришел А там куча экранов И со всех сторон Гей на тебя вот так смотрит И ты тоже Становишься геем Нет Такой хуни здесь нет вообще Здесь тоже действительно больше Другое дело Что в Нью-Йорке На церквях Можно увидеть ЛГБТП флаги Огроменные подпись Мол мы принимаем всех Но ключевое слово здесь В Нью-Йорке Потому что товарищи Ест Да даже так и что Ну и что блять Как на тебя флаг Может повлиять Например То есть В России этого так сильно боятся О боже флаг Ааа Ну если так легко Блять тебя в чем то Переубедить Или наоборот Да там соответственно Втянуть в какую-то Как ты считаешь Сомнительную штуку То это твоя проблема А не флага ЛГБТ Ты дебил Если у вас Ну вот не совсем Людоедские взгляды То поверьте Вы сможете найти Кучу единомышленников В любой стране мира Собственно Про это и есть Какая-то свобода слова Хотя я вот Тоже часто спорю в интернете Про то что на самом деле В Европе ее нет В Америке она Почти кончилась И я прекрасно понимаю Аргументы Которые люди приводят В пользу этого Но так или иначе Очень много Самых разных Консерваторов Во всех Развитых Обществах И вот то Чем пугают Россиян проевропейцев Куча европейцев И американцев Они сами Жестко против этого Выступают Сама Америка Сейчас поделена Буквально на две части И выступления И вот речи Некоторых республиканцев Иногда очень рифмуются С выступлениями Российских чиновников И я не исключаю Вриант Что за счет того Насколько сильны были Вот последние Десятилетия Или больше Считайте как хотите Всякие либеральные И суперлиберальные Настроения На западе Да Широко говоря Я легко допускаю Что дальше мы увидим Наоборот Крем в консервативную сторону И часть из вот Сейчас одобренного Подсвернется Ну в этом мне кажется И есть какой-то баланс Но правда заключается в том Что общество действительно Очень далеко от идеала Я мог бы это так же Обозвать там пунктом Не идеальная демократия И все остальное Но короче Когда вот у вас Консервативная часть общества Иногда Шизово-консервативная часть общества Она не владеет Как бы единолично Всей поверхности в стране Это не значит Что она перестает существовать И то что система Более прогрессивная Или более развитая Или имеет там 100 200 300 летнюю историю Не обозначает Что оно прямо сейчас Не в содержании Какого-то ну прям Долбоебизма Но мне например Интересно копаться В его сортах И что также мне кажется Клевым Что когда мы существуем Вот в эту эру Переизбытка информации Когда докопаться До любой какой-то правды Очень сложно Я даже говорю Правды Я легко представляю Пять человек в комментах Про эмиграции Все что я сказал Могут назвать Вот пять Каждый по своему собственному А кто-то по два Действительно Доводов Почему это вообще Неправда Но как раз то Что вы можете посмотреть На это через призму Человека из вообще Другой системы Мне кажется Вообще Особенно интересно И классно Но у этого Также есть печальная сторона Потому что вы однозначно В любой Наверное Стране мира Встретите своих соотечественников И вот их призма Некоторых На как бы состояние Страны В которую они переехали Вообще Очень удивляет И из-за хричей Кажется Что самым вот Плохим решением В их жизни Было переехать из России Но почему-то вернуться Они совершенно не спешат И что меня также Очень интересует Увидим ли мы Какое-то вот Изменение облика Русской диаспоры За границей Из-за нынешней Здоровенной эмиграции Это тоже Мне будет очень интересно На это посмотреть Пусть возвращается Самый правдивый И страшный миф Вы никогда Не станете там своим И это Как бы действительно Правда Потому что Мало кому Удается вот прям Супер интегрироваться Переехать в Китай И почти стать китайцем Ну блядь Если говорить про Китай Конечно Если говорить про Европу Да Но от Америка Все же немного Другой случай Здесь блядь Почти все эмигранты Как свой здесь Я тут себя вообще Спокойно ощущаю Типа Те люди С которыми я общаюсь Кого я вижу на улице Типа блядь Как будто бы на самом деле Никуда не уезжал Все нормально Очень хочется заметить Что быть своим Не обязательно Чтобы быть интересным Свой Собеседником Или хорошим другом Есть ли общество Про которое я надеюсь Вы заранее там почитали Даже не зная языка Да тут блядь знаете Типа это не то что бы проблема Вот например Мне надо было зарегистрироваться На сайте налоговой Здесь местная Налоговая американская Там все на русском языке Блядь Все Вообще Те смски На русском Даже приходят Ну и типа И что И что Стали посмотрели Поузнавали Оно лояльно К иммигрантам И отчасти состоит Из иммигрантов То тогда Как раз таки Ваши отличия И становятся Общей почвой Для вот того Чтобы делиться опытом Поэтому именно в Америке Ты не можешь Ощущать Чужим Каким то блядь Но только если ты Переедешь куда нибудь В Техас В какую то глубокую деревню Где прям Вот прям коренные американцы Там с блядь С этими С дробовиками Ну там наверное Ты себя будешь Ощущать как то Как будто бы ты не свой Вот Но блядь Если мы говорим Про крупные города Где одни иммигранты Как ты Как Как ты можешь Себе не своим то ощущать Просто Ну знаете Безусловно Есть там момент Языкового барьера И всего такого Но все таки Насколько часто Вы вот Несмотря на то Что вы там Из одной страны У вас какие то общие мемы Общее культурное поле Насколько часто Вам может быть Не о чем поговорить С вашим соотечественником Ну это не сложно По моему представить И я тоже регулярно Получаю комменты От людей Израиля Техасная деревня Дурак блядь Скал в Техас В какую нибудь Глубокую деревню Ебло Ой бля Там и из других Стран СНГ Про то что Блин Вот в моем городе Я вообще не могу найти Единомышленников Что капец Там вот в Москве В Питере Еще где то Тусовки Столько людей Всего такого А я у себя Никого найти не могу И не сложно Представить себе ситуацию Когда вы чувствуете Ну Вертолет летает Ну в Лос-Анджелесе Блядь Там чуть ли не круче Чем в Москве Тусовки выстраивают Русскоговорящие Чуть ли блядь Не каждый день Когда я туда приезжаю Там вообще пиздец Голливуд Вообще отдыхает И только просто Из-за недостатка Вариантов выбора Да Среди людей А в случае с переездом Ну тут видите Опять же Я себя в пример Привожу Мне это проще Блядь Я что там С подписчиками Вот общаюсь А если человек Приехал сюда один Никого не знает Вот тогда да Да он и в Москве Мог один быть Тоже никого не знал Блядь Вы легко можете оказаться Вот в супер Разнообразном сообществе И вариантов для поиска Собеседников У вас также Станет гораздо больше К тому же в любой стране Даже если ее вот Собственное общество Оно не слишком хочет С иммигрантами Как-то общаться Там в некоторых Европейских странах Люди как в школе Познакомились Так всю жизнь После этого и дружат И даже не то что Они как-то супер Враждебно настроены К иммигрантам Они просто не понимают Зачем То есть другие иммигранты Которые для вас Как бы тоже иностранцы Как и вы для них Но при этом У них ровно Тот же пак Проблем Пусть тоже С твоими подписчиками Общается А что у него Свои подписчики есть Вчера я пошел За продуктами Блядь Мужик подходит Говорит Ох эсус Это ж ты Да я Чел полтора года назад Приехал сюда Из России Снимается Видео снимает На камеру Там типа Видеомонтаж Все дела Ну типа Взрослый парень Адекватный Мы с ним Контактами обменялись Все Готово блядь До этого Вот чел из Крыма Был Тоже самое Нормалеус Нормалеус Нет Он видеооператор Он операторской работой Занимается Блядь Видосы снимает Людям Причем Нормалеус Так Господи И они Очень будут Также дружелюбно К вам настроены Потому что им Также нужно С кем-то Блин Пообщаться Ну и конечно же Есть ваши соотечественники Которых вы Также наверняка Найдете В других странах Они тоже Очень Неоднородные И разнообразные И несмотря на то Что я считаю Что закрываться полностью Вот в сообществе Своей страны За границей Это скорее плохо И ограждает вас От всего лучшего Но однако же Если вы не полностью Закрыты А миксуете свое окружение Из соотечественников И не соотечественников Мне кажется Это наоборот клево И последний Грустный и страшный факт Все всегда будет не то Вот насколько бы Рационально вы не подошли К вопросу переезда И сколько бы Всяких разных штук Вас не раздражало У вас на родине Все равно там были вещи Которые вы любили И которых вы лишились И лишились навсегда Да, сало Вот сало не то Здесь в Америке Вот это пиздец Печально Вот я помню В Азбуке Вкуса В Москве Продавалось сало Белорусское Причем Чтобы вы понимали Охуенное Вкусное Там еще с мясом Ммм Бля Аж вот прямо Жрать захотелось Здесь такого сала Нет В АПОЩЕ Тут сало есть Но не то Вообще не то Блядь Сука Самое жесткое Что за время вашего отсутствия Они могут пропасть И на родине И тогда у вас вообще Никаких шансов К ним вернуться не будет И в этом вопросе У вас нет другого выхода Кроме как смириться Просто с этим Но знаете Легко сказать Смирись А вот именно Это смирение С тем что что-то Ты утратил навсегда И вместо этого Приобрел что-то Что тебе возможно Вообще не нравится Да Что вот ты ехал за одним А тебе вдобавок Дали еще Три каких-то хуйни Которые тебе не нужны Были совершенно Вот то Чтобы смочь Действительно С этим смириться И действительно Это принять Это одна из Серьезных сложностей Вот 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 это сало Вот оно Вот оно Видите там Вот посередине Прям так это Вкусно выглядит Вот это вот Типа мясо там Соответственно Но сейчас приближу Фу Это вкусно Вот Вот такое сало Мне нравится Есть сплошное Белое сало Скажем так Да А есть вот такое И вот оно Ебать оно вкусное Эх Эх Блять Это почти как бекон Но это считается Как сало Все таки Вот 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 еще Вот 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 такое Во Вот такое Во Во Охуенно Блять Его вообще Тут нет Говно Блять Вообще Его тут нет Я не знаю Я думал уже может быть Бизнесом заняться Сало Вот такое Как-то сюда Каким-то образом Привозить Продавать Потому что Я думаю Оно будет продаваться Ни в одном магазине Я не нашел Ни в одном русском Украинском Белорусском Нет Как 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 сука Как так-то Блять Вообще нигде Я пробовал обычное сало Здесь брать Оно невкусное Оно прям Фу блять Вот по этой хуйне Скучаю Что там еще То что тут блять Типа ночью Выбраться куда-то Такое Типа все закрывается Есть конечно места Но одно и то же Уже заебало Пельмени из азбуки Ну кстати да Пельмени из азбуки Вкусы тоже Я вот Сколько пробовал Здесь пока нормальных Пельменей не нашел А нет Есть Есть Напиздел Есть Есть Находил Не то чтобы я их часто Просто ем Ну короче это Похуй Не так уж это Прям и страшно И миграции Но что мне хочется заметить Что я ни в коем случае Не хочу Чтобы из этого ролика Кто-то даже подумал Сделать вывод Что Ой ну везде по-своему плохо И везде по-своему хорошо Поэтому давайте просто Сидеть на жопе Нет везде очень по-разному плохо И очень по-разному хорошо И сочетание разного плохо и хорошо В разных местах Разное для разных людей То есть совершенно не факт Что там где вы сейчас находитесь Это для вас вот лучший вариант Как раз знаете Вот мне никогда не нравилась идея Там дружить всегда с чуваками Просто со своего двора Или со своей школы В которую вас родители отдали И т.д. Мне всегда казалось Что это значит довольствоваться меньшим И особенно вот в нынешней ситуации Да Довольствоваться тоже Положением места В котором вы родились Это мне кажется Для многих Может быть Вот несмотря на все минусы Которые я назвал до этого Не лучшей перспективой Мне кажется После всего вышесказанного Мало кто сделает вывод Что я прям пропагандирую иммиграцию Да Но что я пропагандирую Это не плыть по течению Чего ты боишься? Мизулину То есть может это тоже банально звучит Но отгонять от себя мысли о переменах Тем что Ой да везде какие-то проблемы Это мне кажется Ну такой вот именно Самообман Который не ведет к лучшему Лучше действительно Узнайте какие именно Где проблемы Насколько они вам подходят Или нет Вот это вот мне кажется Будет честно По отношению к себе К ситуации И всему такому Короче понятно Надо с этим челом Пойти кальянчик покурили А то живет в Нью-Йорке И какого хуя Туя, туя, туя Ну какого хуя Надо нам всем Этим иммигрантам Кооперироваться блять Собираться И И все Свой клан создать Объединяться И что-то делать Суету наводить Ну реально Поэтому все кто живет в Нью-Йорке И вы совершеннолетний Вам есть Хотя бы 21 год То это самое Ну давайте Давайте Что-то делать Думайте блять Давайте думайте Че там блять Реально Какой Майдан осуждаю блять Здесь в Америке Нам не надо Майдана делать А США А в США А в США А в США Вот есть человечина Юца А в США А в США А в США А в США А в США